ММА ТАЙМ Кевин Рэндлман. Это один из самых одаренных атлетов в истории тяжелого веса. Его взрывная сила и скорость поражала и пугала всех, за что он получил прозвище Монстр. Только один вид Рэндлмана внушал страх, но помимо внешности у него были топовые навыки в борьбе. Который он продемонстрировал на Федоре, оформив самый известный суплекс в истории ММА. Это и есть главный фактор страха в Монстре. Несмотря на исход боя, он точно использует соперника для того, чтобы пополнить свои хайлайты зрелищным приемом. Но будучи базовым борцом, Кевин не испытывал дискомфорта в ударке. Благодаря своему атлетизму он компенсировал отсутствие техники. Так, выйдя на бой против Мирка Крокопа, многие ожидали очередной левый хайкик от Хорвата, но получили монструозный левый хук и один из самых больших апсетов в истории Прайд. В эти времена не было рибок и бойцы не были обязаны носить форму. Каждый из них сам выбирал, что одевать, благодаря чему подчеркивалась их уникальность. У вас тоже есть возможность подчеркнуть свою уникальность. Всемайки.ру – это магазин, где вы можете купить футболки, свитшоты, толстовки и многое другое в самых разных стилях. Вы можете кастомизировать уже существующий дизайн, наложив на него фильтр, изменив фон или добавив надпись. Или же создать в конструкторе на сайте полностью уникальный стиль, которого не будет ни у кого. Девятое место Крис Сайборг Единственная женщина в этом топе, и это должно говорить о многом. Многократную чемпионку мира боялись не только девушки, но и мужчины. И если вам кажется, что это мышление очкошника, то, скорее всего, вы не видели ее боев. Сайборг – это абсолют агрессии в женском ММА. Не зря ее называли преемником Вандерлея Сильве. Она не просто нокаутирует соперниц, она ломает их, и делала это более десяти лет. Поэтому каждая новая противница все сильнее напугана. Возможно, у них были навыки победить ее, но чувство страха, пронизывающее их тело, не позволяло проявить свои навыки. Сайборг это понимала, из-за чего всегда начинала поединки очень активно, благодаря чему у нее одиннадцать финишей в первом раунде, за что она получает девятое место нашего топа. Восьмое место. В UFC есть отдельная категория бойцов, которая пугает своей физической формой, и, конечно же, это связано с активным использованием стероидов до прихода Юсады. Сейчас, конечно, некоторые атлеты вызывают вопросы, но в большинстве своем физическая форма бойцов выглядит достаточно натурально. Но в прежние времена был такой боец, как Аверим. Внешний вид Алистара был, как у настоящего мистера Олимпия, но и его бои проходили очень зрелищно. Даже любимец UFC Брох Леснер боялся его перед их поединком, и не зря конь отбил его корпус и финишировал очень эффектно. Во время своей конской формы он единственный, кто был чемпионом в ММА и кикбоксинге. Но время Юсады пришло, и его поймали на стероидах. Тогда он сказал, что просто питался конским мясом. После этого его все прозвали «Конем», и он перестал быть тем устрашающим бойцом и буквально уменьшился в два раза в наши дни. Но то, что он творил на своем стероидном пике, запечатлилось в истории навсегда. Седьмое место Данную строчку рейтинга занял самый известный боец из России на сегодняшний день. Конечно, речь идет о Хабибе Нурмагомедове. Дагестанец является одним из успешнейших чемпионов в истории легкого веса. Но главная его особенность относительно его предшественников – это его пугающая уверенность и давление. Хабиб не пытается испугать своих соперников перед боем, ему просто это не нужно, и это порой пугает его соперников. Потому что боятся они только того, что окажутся в той же ситуации, что и каждый предыдущий соперник Нурмагомедова. Оказаться под ним и получать сотни ударов по голове от вечно прессингующего соперника. И это будет продолжаться вплоть до момента, когда сам Хабиб решит, что мучения можно остановить и проведет болевой. Нурмагомедов сломал почти каждого своего соперника – Майкл Джонсон, Дастин Парье и Конор Макгрегор. Никому из них он не оставил и шанса на победу. Когда противник оказывается под Хабибом, он мечтает, чтобы его нокаутировали одним ударом, чтобы его мучения закончились. Есть только один боец, который его ни капли не боится, и это Тони Фергюсон. Из-за этого настолько интересно их противостояние. А Нурмагомедов получает седьмое место нашего топа. Шестое место Если вам назначили бой с Робби Лоулером, вы можете рассчитывать на победу, но даже не надеетесь, что вы уйдете без урона. Не просто так он получил прозвище Безжалостный. Последний раз всю мощь Безжалостного на себе испытал на тот момент непобежденный Бен Аскрин. Несмотря на неуверенную победу Бена, Лоулер успел убить и воскресить бедолагу своими ударами. Но если Робби побеждает, это выглядит еще страшнее. Несмотря на мощные лоукики Мелвина Манхуфа, он умудрился выбить его челюсть в последние ряды. Лоулер всегда дерется до конца, а в пятом раунде он выглядит так же свежо, как и в первом, поэтому фанаты прозвали его Берсерк. Жертвами пятого раунда Робби стали Карлос Кандид, который после боя потерялся и не знал, где его угол. К слову, именно после боя с Лоулером карьера Карлоса резко пошла вниз, с тех пор он не выиграл ни одного раунда. Но самая известная жертва Берсерка – это Рори Макдональд. Ведя в начале боя и технично перебивая Робби, к концу боя лицо Рори напоминало умытого собственной кровью Волан-де-Морта. После пяти раундов с безжалостным карьера молодого Макдональда пошла на спад, его нос постоянно кровоточил, а инстинкт убийцы бесследно пропал. Именно поэтому, когда бойцам предлагают бой со стариной Лоулером, многие в панике ищут причину не драться с ним. Пятое место На этом месте оказался самый устрашающий боец среднего веса и по совместительству самый старый боец в ростере UFC. Первый раз я выступил в этом весе в 97-м. В 1897-м. Конечно же, это Йоэль Кракенович Ромеро. И если многие бойцы UFC любят говорить, что их избегают соперники, то Йоэль на самом деле такой боец. До появления Ромеро у Майкла Биспинга был главный страх в виде деда Хендерсона. Но после появления Кракена Биспинг даже не думал подписывать контракт и драться с ним. Вместо этого он выбирал любого другого соперника, кроме прямого претендента в лице Йоэля. В итоге он полностью избежал поединка с ним. Даррен Тилл вызывает всех в среднем весе, кроме Йоэля. Однажды по пьяни Тилл вызвал на бой Ромеро, после чего с утра просил прощения и говорил, что это шутка. Слушай, я со всеми подерусь, я никого не боюсь, кроме Ромеро. Люк Рокхолд, Крис Вайдман и Роберт Уиттекер – это одни из последних жертв Ромеро, и они своим примером подтверждают, что лучше не драться с этим монстром. Ни один из этих бойцов уже не был прежним после поединка с ним. Челюсть Рокхолда окончательно пропала, глаз у Айдмана сместился, а Уиттекер постарел на 20 лет после их дилогии. Поэтому, если вдруг Ромеро вызовет вас на бой, лучше берите пример с Майкла Биспинга. Четвертое место Они – сама ярость. Жестокие. Бесстрашные. Неудержимые. Беспощадные. Но ты… Ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. У Вандерлея Сильве прозвище «Убийца с топором». Что еще нужно о нем говорить? Мало? Хорошо, продолжим. Такое прозвище он получил за невероятно жесткие поединки, устрашающие нокауты и не менее устрашающие стердауны. В наше время мы привыкли к крикам, воплям и прочим развлекательным элементам во время битвы взглядов. Но Ванда это все не интересовало. С момента, когда он заходил в ринг или клетку, он преследовал соперника своим леденящим взглядом, разминая руки. Чем ближе соперник подходил к убийце с топором, тем сильнее была заметна страх в его глазах. Как только противник ломался морально, дело оставалось за малым. Сильва оформлял брутальные нокауты и буквально забивал ногами своих жертв. Во времена Прайда, когда каждый второй боец вселял страх, был Вандерлей, который на тот момент считался лучшим бойцом своей весовой. Он сломал Казуши Сакурабу, Дэна Хендерсона и дважды зверски нокаутировал Рэмпэйджа Джексона, оставив его убитое тело свисать на канатах. Будучи средневесом, он не боялся бросать вызов тяжеловесам и умудрялся побеждать их. Этими пугал Вандерлей Сильва. Он не делал вид, что он жесткий бескомпромиссный рубак, ожаждущий нокаута. Он действительно был таким, и это понимали его соперники. Вандерлейбелл, его прозвище убийца с топором. Он, блядь, дикарь, ебаный, он был чемпионом мира в Прайд. Ебнутый на всю голову, прослебучий. Поэтому многие его соперники до сих пор в страхе вспоминают его имя. Третье место. Каждый олдскульный фанат ММА помнят стердаун Вандерлея и Мирко Крокопа как один из самых жестоких. Вандерлея не просто так прозвали убийцей с топором. Он внушал дикий страх своим соперникам. Но в этом бою он встретился против еще более страшного соперника, чем он сам. Холоднокровный взгляд Крокопа по-настоящему пронизывает душу соперника. Это просто машина для убийств, которая не чувствует ни жалости, ни пощады. Жестче, чем этот стердаун, только то, что сделал Крокоп с ним. Это и делает Хорвата по-настоящему устрашающим. Его прошлое полицейского, работающего в антитеррористическом отряде, наложило на него отпечаток особой жестокости. Он, как жидкий терминатор, шел по тяжелому весу, уничтожая всех своих соперников одного за другим. Но главная причина страха заключается в способе, которым Крокоп побеждал в большинстве своих боев. Тяжелейший хайкик, после которого за каждого соперника Мирко переживает весь зал. Крокоп оформил 27 таких нокаутов за свою профессиональную карьеру. И все еще является одним из самых пугающих бойцов в истории ММА. Показатель навыков Мирко его последние 10 боев. Именно на такой серии побед он закончил карьеру. Это означает, что даже будучи уже 45-летним ветераном, он оставался силен. За что занимает это место топа. Второе место. Тяжелая весовая категория всегда была наполнена достаточно пугающими бойцами, на бои которых всегда интересно смотреть, но в последние годы в этот дивизион заселился настоящий хищник. Он ворвался настолько стремительно, что никто не успел и одуматься, как он вырубил каждого своего соперника и добрался до титульного боя. Если для остальных бойцов в этом топе нужно было сделать что-то, чтобы их начали бояться, то Фрэнсис Нгану одним своим видом уже вселяет страх и не зря камерунский великан по-настоящему выглядит устрашающе. И это из тех случаев, когда первое впечатление не обманчиво. Почти каждый свой поединок Фрэнсис окончил жесточайшим нокаутом. Это выглядит настолько страшно, что в бою с Аверимом казалось, что Нгану оторвет ему голову своим апперкотом. Нгану немного оступился в своей карьере, но сейчас вернулся в старую форму и продолжает нокаутировать соперников в первом раунде чуть ли не первым касанием. А чемпион Меочич тем временем даже не планирует подписывать контракт на бой с ним, предпочитая третий бой против маленького Кормье. Первое место Когда о человеке половина роликов подписана «Мексиканский мясник», а вторая «Эль Кукуй Бабайка», можно сделать только один вывод – этот человек пугает. И пугает он не только слабонервных зрителей, а и профессиональных бойцов. Тони Фергюсон – это единственный легковес, которого никто не вызывает на бой. За все мои годы работы с бойцами, Тони – единственный, кого никто не вызывает на бой. Разве это не сумасшествие? Серьезно? Да, никто не вызывает его на бой, и я их понимаю. После поединка с Тони соперники выглядят, как будто бы они прошли через девять кругов ада. Их фотографиями можно пугать людей. Эль Кукуй опасен со всех позиций. Даже если вы его повалите на канвас, он найдет способ разрезать вас и удосрочить. Он настоящая гиена, которая живьем пожирает своих соперников. Так он затопил кровью Эдсона Барбозу. Джоша Томпсона. А за то, что он сделал с Пэттисом, нужно завести уголовное дело. Фергюсон уже на той стадии, когда его не интересуют победы, он сосредоточен на способе победы. Когда угловые остановили бой с Дональдом, Тони чуть ли не впал в депрессию из-за того, что хотел нокаутировать Сироны, а не избить до такого состояния, что врачи не разрешат ему драться. Тони действительно наплевать, кто его соперник. Однажды Фабрисио Вердум перебил его, на что он сразу же отреагировал. Брат, помолчи, я сейчас разговариваю. Материться по-португальски. Если ты сейчас не закроешь рот, я тебя схвачу за пятку и опрокину башкой в пол. Из-за всех вышеперечисленных причин никто не вызывает на бой Эль Кукуя. Он отнимает не только здоровье, но и уверенность соперника, за что получает первое место топа. А кто, по вашему мнению, самый устрашающий боец в UFC? Голосуйте сверху и составляйте свои топы в комментариях. А если вы хотите поддержать канал и получить эксклюзивный контент, но еще не сделали этого, переходите по ссылке в описании. Также хотим поблагодарить наших спонсоров на Патреоне. Их никнеймы вы видите на экране. Если вам понравился наш топ и вас интересует ММА-контент, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok